Сейчас середина лета, и это логично, что приехав в Толбухинское отделение Ярославской ЦРБ, практически на каждой двери мы увидели вот такую табличку. Отпуск. На всех, кроме одной. На ней написано. Прием ведет врач-педиатр Александра Корнаухова. За отсутствие отпуска молодой доктор не переживает. Девушка рассказывает, что море прекрасно заменяет мычание ярославских коров. Сама Александра приехала из Смоленской области, закончила интернатуру в Ярославском медуниверситете и уже почти год работает педиатром на селе. Говорит, здесь воздух чище, целых четыре рабочих кабинета и настоящая популярность. У меня приемы расписаны среди недели на четыре разных поселка. Это Спас Виталия, Андроники, Толбухина и Глебовская. И бывают даже родители из других поселков. В день моего приема идут не к врачу общей практики в своем поселке, а сажают ребенка в машину. И едут ко мне в тот поселок, в котором у меня прием. Под присмотром Александры находится 800 детей, четыре детских сада и три школы. Очень долгое время в нашем селе Толбухина была такая проблема. Нехватка педиатров, нехватка специалистов в больнице. И, к счастью, уже год Александра работает приходящим педиатром в нашу школу, вообще педиатром на селе. Мы очень рады. По словам молодого педиатра, сделать окончательный выбор в пользу работы в глубинке ей помогло участие в региональной программе «Земский доктор». Александра получила подъемный миллион на улучшение жилищных условий. Вместе с мужем решила купить дом в деревне Васильево Глебовского сельского поселения. У нас стройка дома под ключ. Отделка у нас идет вся евровагонкой. Поэтому пока все будет у нас в эко-стиле деревянное. Программа «Земский доктор» призвана бороться с кадровым дефицитом. В исполнении его одно из приоритетных направлений губернаторской программы развития области «10 точек роста». Правительством Ярославской области создается максимальное благоприятное условие для привлечения специалистов в государственные медицинские организации. Большая работа ведется в тесном взаимодействии с Ярославским медицинским университетом. Только в этом году мы планируем трудоустроить 130 выпускников учреждения по всей области. Также студентам четвертых и пятых курсов Ярославского медуниверситета, обучающихся по целевому договору, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 3300 рублей. А по 100 тысяч рублей единовременно получают молодые врачи, впервые поступившие на работы в медучреждения Рыбинска, Углича, Переславля и Ростова. Ксения Рулева, Евгений Бушуев. День в событиях.